Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами Школа Рукоделия, я Вика. Пробуем сегодня еще один свитерок из интернета, модельку из интернета. Вот такой вот у меня репорт я сохранила из группы, ссылочку на него я оставлю. Посмотрите, прочитайте, тут есть ссылка на источник, откуда взят этот свитер. Вот он сам свитер, фотография, видите, получается увеличить. Вот я увеличила компьютер, смотрите, видите, как он, конечно, выглядит очень симпатично на этой фотке, но вы уже знаете, как они делают красивые фотки. Вот, сегодня попытаюсь повторить этот свитерок, буду вязать красный. Вот тут вот девочки разбирали в группе, видите, схема нарисована приблизительно, я, конечно, опять же изменила все. Не все изменила, то есть я по совету девчонок начала как бы по этому принципу, но немного отклонилась от их объяснения и делала по-своему. Вы меня знаете, поэтому я отношу свои корректиры. Вот этими схемками, убавлениями я тоже пользовалась от девчонок, как они советовали. Вот, ну, в принципе, да, немного моей коррективы и вот такой вот свитерок мы сегодня имеем даже. Ссылочку еще раз говорю, я оставлю, прочитайте все описание этих девчонок, которые писали. Девушка одна, я так понимаю, что, а я вам предлагаю свой вариант, свое видение этого свитерочка. И сейчас я вам покажу, как я его вязала. Так, начнем с того, что нитки, ниточки, вот это уже размотанный моток, ну, в общем, я показываю просто из каких я вязала. Акрыл, как обычно, классика. 100 грамм 416 метров. И ушло у меня 4 мотка, то есть 400 граммов. Размер мой 44, но я соберу его в кучу и я вам скажу, может быть, он универсальный или не может. Ну, в общем, пока так показываю. А там мы с вами разберемся, вернее, объясню по ходу. Вот она деталь. Так, давайте разберемся с детальками. Вот, первое, рукавчик. Вот он мой рукав. Два штуки их. Классический, простой, ничего сложного здесь не. Давайте уберу, он будет на белом фоне виднее. Вот он мой рукавчик. Так, набрала, значит, нитки сказала, спицы, резинку вязала двоечкой, все остальное троечкой. Так, рукав набрала 50 петель, это у меня получилось 18 сантиметров, провязала 5 сантиметров резинкой, далее вязала пышная резинка, это я помню это название, то ли полуанглийская, как бы, посмотрите в интернете. Вернее, я очень много вещей вязала этой английской резинкой, полуанглийской. Смотрите, можно просто английской, можно этой пышной, это уже на ваше усмотрение. Английской резинкой он будет более объемной и такой большой, кому надо побольше размерчик, я бы советовала вязать английской резинкой, он будет более податливый. Провязала я резиночку и далее вязала просто этой резинкой и прибавила 4 раза по одной петле с каждой стороны. То есть, получилось у меня 58 петель, почему здесь такая разница, здесь 18 и здесь 30, потому что тут резиночка, а тут английская резинка, она больше у нас, как бы, большая плотность вязания. Так, вот, есть рукав. Теперь, спинка вперед вязала я одинаково, то есть, по одной схеме, с одной лишь разницей, что на переде я сделала вот эти, как бы, вырез для горловины. Так, набрала 100 петель на спицы, на двоечку, вот она моя спинка вперед, 100 петель, резиночка и далее ровно-ровно обе детальки вязала этой резинкой английской. Я бы рекомендовала английскую или вот эту полуанглийскую пышную резинку. Я думаю, вам понятно, здесь вот резинку я набрала и вязала ровно до скоса рукава, вот она у меня, до скоса рукава, 36 сантиметров, и вот это до конца скоса, вот, вот это всего у меня тут 9 сантиметров. Ну, а это, конечно, ориентировочно, девчонки. Добавление мои для скоса, там у нас в схеме ровно, но что-то мне не понравилось, там, как бы, если бы я добавила вот так вот ровно. Я сделала скос, 10 петель в каждом лицевом ряду добавила, а потом 10 петель добавила вот здесь вот, ровно уже, 10 петель, а 10 петель в каждом лицевом ряду по одной петелечке, с обеих сторон, соответственно, и то, и то. Далее вязала ровненько, 15 сантиметров. О, подняла камеру немножко, чтобы вам было виднее. Вот, видите, как оно, вот эти скосы. Теперь вяжем ровно, вот это будет наш рукав, ровно вяжем 15 сантиметров. Рукав у нас 30 сантиметров, значит, мы, соответственно, половина вот этого размера, у нас будет высота проймы. Далее, для спинки, вот в этом месте, я просто начала убавлять, видите, по одной петле в начале и в конце ряда, 33 раза. Вот, вязала я, вязала, в каждом лицевом ряду я убавляла. Сейчас я вам покажу лицевой ряд, узелок затянем, не пугаемся. Вот так вот выглядит спинка, здесь 33 петли, и здесь 33 петли я убавила, и здесь вот закрыла ровненько. Все, больше ничего со спинкой я не делала. Вперед, это моя спинка, я ее откладываю, пока я рукава откладываю. Теперь вперед, вперед, значит, тут зависит от того, какой вы хотите вырез. Вы хотите поглубже, если хотите поглубже, у вас красивая грудь, чтобы ее показать, можете начать в этом моменте, где закончите вязать вот эту пройму. Даже еще глубже можете сделать, если вы топик будете носить. Ну, я провязала там рядов 6 и начала, разделила на пополам, и начала убавлять, вязать каждую сторону отдельно. И тут тоже точно так же убавляла по одной петле в каждом лицевом ряду. То есть здесь от начали и в конце ряда, и здесь в начале и в конце, и здесь у нас тоже в начале и в конце. Так, здесь я убавила, опять же, 33 петли в каждом лицевом ряду, как и на спинке. Здесь я убавила 20 петель. Остаток петель, видите, я довязала до того момента, когда у меня здесь будет 33 петли, и все петельки закрыла. Что, опять же, это мое отклонение. Вот видите, отклонение у меня здесь и здесь. Потому что там, как бы в рисунке, было вот так вот ровно. Мне кажется, оно не будет держаться на плечах. Вот за счет вот этих ровных скосов, вот эта часть, она удержится на плечике. Но, опять же, это мое мнение. Сейчас я его соберу до кучи и посмотрим, какие нюансы есть. Значит так, первое, что я сделаю, я сошью боковушки, боковые вот эти, плечевые швы. Но плечевые швы у нас получается вот такой вот скос на плечевом шве. Значит, оба я сошью, потом плечью рукав. Я просто сейчас рассказываю, потому что, чтобы это не показывать, это классика. Это мы все знаем. Значит, сошью вот это плечо такое огромное у нас получается. Потом вошью рукавчик и сошью боковушечку вместе с рукавом. А далее я вам покажу, как оно выглядит, как бы в разложенном виде. И как оно выглядит на мне. Вот. И сделаем свой вывод. Я пока даже сама еще не знаю этого вывода. Мы его сделаем потом, когда я его одену, когда он уже будет в собранном виде. И мы сможем сделать наш, как бы, наши резюны. Так, вот смотрите, девчонки, вот мой результат. Что хочу сказать? Что хочу сказать? Можно покороче. Слишком он у меня длинный получился. Даже если... Ну, хотя, если вот так вот его под... Не, не надо покороче. Не надо покороче, потому что, если его можно носить вот так вот под лосинчем, как платьюшка. И можно вот так вот под это, поддеть. Так, рукав показываю. Вот он, рукав. В принципе, вырез. Все как там, мне нравится. Видите? И вот этот, как бы, скос на пройме. Все получилось, на мой взгляд. Еще хочу закатать рукавчик. Это, как там. Вот такой вот свитерочек, девчонки. Еще бы... Пузо куда-то убрать. В общем, на пузо не смотрите, смотрите на изделие. Вот. В общем, вот так вот. Вот такой вот свитерок у меня получился. Довольно-таки удобный. Я думала, будет плохо в нем двигаться. Здесь на плечах все село у меня, как и положено. В принципе, я, я думаю, я угадала. Все нормально. Вот. И здесь вот единственное, что можно сделать короче, можно не делать короче. Ваше усмотрение, как вы хотите. Ну, а в принципе, все. Что касается ширины, вот смотрите. Можно его считать универсальным. То есть, у меня, я сейчас в сорок четвертого размера. Ну, до сорок восьмого он точно. А то и до пятидесятого будет нормальный. Вот видите, вот я этого... А если английской резинкой вязать, то вообще до пятьдесят шестого можно его... Ну, в общем, вот так вот, девчонки. Вот. Ну, в принципе, это все. А с вами была Вика из Школы Рукоделия. Всем пока-пока!